Так, значит, сегодня мы с вами будем разговаривать про... Вообще, как, получается, запланировано? Я запланировал таким образом, что у нас по понедельникам будет у нас идти занятие по современному C++, по 11-14 стандарту, а во все остальные дни мы будем, получается, двигаться по клеточным автоматам, по курсу, который нам ведет Эрестом Сулейманович. Почему я так решил? Потому что у нас, точнее, у меня, например, был курс современного C++, и было много других курсов, которых не было у вас, и, как бы, я посчитал, что было бы здорово вам восполнить этот материал и, соответственно, поднять ваш уровень знаний, вот, и вам это будет полезно потом для следующих семестров, если что-то будет такое тяжелое, тяжелое, наверное, будет шут. Вот. Значит, конкретно сегодня мы будем проходить такое понятие, как вариадик-темплейс. Записывается это по-английски так. Вариадик-темплейс. И будем проходить все время кортежа. Кортежа, то есть, std-tuple. Вот это вот будем проходить вещи. Итак. Очень удобно начинать изучать вариадик-темплейс, просто понимая, что такое шаблон и для чего вообще нам нужен шаблон. Давайте представим, что мы хотим написать функцию, аналогичную питоновской, функцию print-печати. Нам неудобно, например, использовать seout, и мы хотим, например, что-то сделать такое. Ну, допустим, мы хотим написать какое-то там, например, число вывести, а потом, например, вывести вот так вот, таким вот образом, написать функцию, чтобы она у нас работала в C++. Мы имеем право это захотеть? Абсолютно имеем. Вот. И давайте попробуем это реализовать. Вот. Для начала давайте просто напишем простую шаблонную функцию вывода одного объекта шаблонного. Она у нас будет просто печатать нам в терминал какое-то значение. Вот. Допустим, у нас будет какой-то объект, например, какое-то значение шаблонное, и мы его будем печатать. Соответственно, функция должна быть шаблонной. Вы все это прекрасно знаете, вы уже, по идее, писали шаблонные классы, шаблонные вектора. Вот. Ну и выводим, получается, в терминал наше значение. Ничего сложного на данном этапе не происходит. Вот. Одно значение у нас запустится. Проблема в том, что у нас не сможет запуститься несколько значений. Вот. Что пришло нам в 11 плюсы, чтобы мы могли вывести, передавать точнее в шаблонную функцию несколько разнотипных шаблонных параметров? Нам пришла такая вещь, которая называется параметр-пэк. Параметр-пэк. Что такое параметр-пэк? Параметр-пэк – это такая абстрактная шаблонная сущность, которая содержит в себе набор каких-то параметров. То есть, какая-то упаковка параметров. Записывается она примерно так. То есть, в спецификации шаблона у нас это выглядит примерно так. Например, класс и какие-то аргументы. Вот. Выглядит это вот так в спецификации шаблона. Если мы хотим этот параметр-пэк специфицировать в спецификации функции, то у нас немножечко синтаксис меняется, но не сильно. Мы пишем вот так вот. Вот так, да. Все. Теперь вот эта вот функция print у нас является в ряде функции. Вот в данный момент. Что это значит? Давайте по порядку во всем разбираться. Давайте напишем вот так сначала, чтобы вы немножечко понимали, что происходит. И сделаем ее чисто в ряде. и напишем что-то вот такое. Этот пример вам очень наглядно, сильно и грамотно покажет вам, что такое этот параметр-пэк. Так, если мы запустим наш проект... Так, нам надо выбрать ppLessons. Наверное, включить на всякий случай 14 стандарт. Потом он нам пригодится. Вот. Смотрите, что у нас происходит здесь. В ряде кпэк это ноль или более параметров, которые мы можем передать. То есть, смотрите, в нашем данном случае у нас функция print вызовется три раза, что нам показывает внизу вывод. True, true, true. То есть, смотрите, в данный момент у нас, получается, вызывается в ряде кпэк пустой. То есть, никаких параметров туда не передается. Потом выдается в ряде кпэк с одним параметром. И потом передается в ряде кпэк с тремя параметрами. Все максимально просто. Но в ряде кпэк это такая сущность, которая ни в коем случае не аналог va-list. Если вы знаете, что такое va-list. То есть, этот пэк не va-list. Что такое va-list? Va-list это такая сущность, представляющаяся массив. Она была в си, в си была добавлена в язык си. И мы могли просто распаковывать как массив наши параметры, которые мы передали. Это ни в коем случае не массив. В ряде кпэк мы можем использовать только в контексте описания шаблонов. И мы не можем работать с отдельными элементами этого ряда. Мы можем их только потом куда-то передавать. То есть, правило номер два. Правило номер два гласит то, что мы можем работать только с каким-то одним конкретным шаблонным параметром. Но никто не мешает нам вывести количество этих параметров, потому что специально был добавлен такой оператор sizeof3точки. Sizeof3точки. И мы туда передаем, собственно, наш args. sizeof3точки args нам выведет это. Эта функция выполняется во время компиляции. Это constexpr функция. И она, получается, нам выведет количество передаваемых параметров. Давайте запускаем все это дело. И мы увидим с вами, сколько параметров было передано. 0, 1, 3. Отлично. Ну что ж, давайте тогда напишем уже все-таки нашу функцию print. И как она будет работать. Значит, смотрите. Как только мы добавляем сюда, например, какое-то значение, назовем его head, какой-то тип. И тут вот так же описываем. Head, head. Голова, то есть. Да, вот так вот. Вот смотрите, что у нас произойдет в данном случае. В данном случае у нас, как видите, функция print, она не существует. Вот. То есть у нас должна быть функция, которая... То есть в данный момент... Сейчас вам продемонстрирую. В данный момент. У нас нет описания шаблона с пустым количеством аргументов. То есть смотрите, args может быть пустым, а head быть пустым не может. Поэтому у нас нет описания для пустого принта. Давайте его опишем. Чтобы специализировать наш шаблон, у нас должна различаться шапка нашего шаблона. То есть когда шапка нашего шаблона одинаковая, мы не можем перегрузить шаблон. Она должна быть разная. Делаем ее раз... А, не то удалил. Делаем мы ее вот такой вот. И теперь у нас сможет вызваться и пустой принт, и, соответственно, полный принт. Ну и благодаря вот этой вот конструкции мы сможем как раз реализовать наш принт весело, удобно и достаточно просто. Вы сейчас во всем разберетесь. Значит, в данной функции мы что выводим? Мы выводим, собственно, наш head. После того, как мы вывели наш head, мы должны вывести остальные наши значения. А значит, мы должны рекурсивно вызвать тот же принт. А дальше он просто выберет, какой именно принт нам вызывать. Передается параметр pack вот таким вот образом. args. Все, вот в данный момент, вот это нам надо убрать. Это у нас будет выступать как функция заглушка. В данный момент у нас реализован полностью наш принт. И когда мы запустим всю нашу конструкцию, у нас все отлично будет работать. Как видите, все по порядку вывелось. Сначала пустота вывелось, ничего не вывелось. Потом вывелось единица. Давайте лучше вот так вот сделаем. Чтобы вам было наглядно. Вот, 1, 2, C++. Значит, что произошло в данный момент? Смотрите, как это все разложилось. Сначала, когда у нас передается самое начало первый вход, у нас идет вызов вот этой вот второй функции принт. То есть, сначала у нас вызывается что-то примерно вот такое. То есть, args и потом какие-то параметры. Он видит вот эту вот спецификацию и вызывает нам вот эту функцию. Потом он вывел, собственно, наш 1 и снова вызывает функцию принт и передает туда этот args. И в данный момент он у нас передает после этого на втором шаге вот эти вот два аргумента. Ну и, соответственно, потом он вызывает два args. Выводит эту двойку. Потом он выводит C++ args. И, собственно, только после этого он выводит просто args, который у нас является пустым. И он обращается к этой функции и ничего не делает. Вот таким вот образом мы реализовали тот принт, который мы хотели. И только благодаря вариадик-темплейт мы бы смогли такое сделать. Ну и, собственно, мы будем с вами изучать кортежи и примыкающие к ним функции и классы, которые построены на вариадиках. Поэтому все-таки важно было знать, что такое вариадики и с чем их едят. Итак, подходим к кортежам. Что у нас себя представляют кортежи и как их использовать? Кортеж – это неизменяемый тип данных, который у нас многое делает во время, ну, на стадии компиляции. Давайте сейчас его создадим. Как можно инициализировать кортеж? В std.taple, когда мы инициализируем наш кортеж, мы должны указать все типы, которые он содержит. Например, число и, например, строку. Давайте подключим строку. Вот у нас будет какой-то кортеж. И мы его инициализируем. Например, числом и строкой. Все. Как только мы инициализировали кортеж, мы ничего с ним больше сделать не можем. Мы его можем только прочитать. То есть мы можем его передавать куда-то, мы можем читать его значение и больше ничего. Он нам доступен только для чтения. Значит, каким образом можно инициализировать кортеж? Кортеж можно инициализировать, собственно, вот таким вот способом. Его можно инициализировать классическим способом через круглые скобки. И его можно инициализировать с помощью присваивания. Вот такого вот. Давайте их назовем только подобающим образом. Вот. На самом деле все на этом не заканчивается. Инициализировать его еще можно несколькими способами. А именно есть такая функция, которая у нас создает кортежи. То есть std make tapple. Вот. И также можно создать 42. C++. И потом его инициализировать. Можно написать авто. И, собственно, вот эта самая последняя запись, самая оптимальная. Ну, с точки зрения, скажем, такого дизайна. Назовем его T5. А вот теперь смотрите, какая вещь. В последней функции мы нигде не указали, собственно, параметры наши, которые мы создаем в нашего кортежа. Вот. И, собственно, здесь мы нигде не указываем параметры. То есть, что может нам намекать, что вот эта вот функция make tapple является в ряде функций. Такой же, который, как и здесь. Вот этот вот arcs. Параметр pack. Вот. И что нам намекает на то, что мы могли бы, по идее, вот, например, вот такую вот инициализацию делать как-то вот так вот. Без указания параметров шаблона. Компилятор должен, по идее, знать, что какие здесь типы. И вот такая вот фича, она добавится в 17 стандарте. Мы его юзать пока не можем, но она будет в 17 стандарте. И это будет работать чисто для конструкторов. Для шаблонных конструкторов. Любых? Стандарты в библиотеке любых. И мы можем потом будем свои создавать такие. Свои создавать такие. Забыл, как называется это по-английски. Конструкция. Но, в общем, потом мы сможем создавать такие, 17 стандарте свои, такие шаблоны сами. Да, можно. Итак, значит, мы можем конструировать эти шаблоны. Мы можем их, соответственно, вот так вот создавать разными способами. Вот. Но давайте посмотрим, как все-таки извлекать значения из наших карточек. Извлекаются значения достаточно просто. Извлекаются они с помощью такой универсальной функции в стандартной библиотеке, std-get. Она работает много для чего. Много для каких классов. Мы будем ее применять конкретно для таблов. То есть мы можем... Мы передаем сюда индекс того элемента, который хотим забрать. И, собственно, у какого кортежа мы хотим его забрать. Например, у t5. Вот. Ну и давайте напечатаем это. У нас есть функция prim. Давайте ее использовать. Пожалуйста. Нулевой элемент 42. Давайте вот это мы закомментируем. Нам еще не мешало нашему выводу. Ну и, соответственно, мы можем получить так первый элемент. У нас все будет замечательно. Вот. Ну и мы, конечно же, если мы... И может произойти такой случай, что мы можем обратиться к... Дебаг случайно запустил. Что мы можем обратиться к несуществующему элементу. То есть, например, к какому-нибудь второму. И тут вот открывается специфика, то есть, безопасность этих таблов. Что мы об этом узнаем во время компиляции. Мы обращаемся, то есть, не к тому элементу, и у нас об этом нам говорит наш компилятор. Там в одной строке. И сразу же второй минус в рядиков в данном стандарте это то, что мы получаем постоянно при работе вот такой вот нечитаемый, на первый взгляд, и пугающий новичков stack trace. Видите, какой он страшный? И это связано с тем, что так устроены шаблоны и так, как читает компилятор. Потому что они порождают множество-множество копий реальных функций. И разобраться во всем этом неподготовленный взгляд не может. Но в 17-м стандарте хотели внести концепты, и они не будут в 17-м стандарте. Но, в общем, когда-нибудь в обозримом будущем, лет через 5-6, появятся концепты, и у нас будет красиво выводиться наш stack trace. Об этом чуть попозже. Важно то, что у вас безопасны эти теплы, и вы не можете обратиться к несуществующим элементам вашего кортежа. Все, отлично. Такая функция у нас не заработает. Это максимальная безопасность. Мы отлавливаем ее не в рантайме, а во время компиляции. Это только проверка на стадии компиляции, или вообще он выполняется на стадии компиляции? Это стадии компиляции? Нет, он не выполняется на стадии компиляции. Это проверка на стадии компиляции, да. Он не выполняется на стадии компиляции, а вообще шаблоны могут выполняться на стадии компиляции. Но мы сейчас не в метапрограммировании, мы сейчас больше просто в шаблонное программирование. Итак, значит, идем дальше. Когда мы разговариваем с вами про кортежи, нам все-таки стоит упомянуть про великолепную функцию, которая появилась в 14 стандарте. Тай переводится по-разному в английском языке, очень много переводов. Самый оптимальный перевод для STD-Tai, который мне кажется самым оптимальным, это либо развязывание. Развязывание или распаковка. Вот распаковка, он вообще не переводится. Вот как в английском языке он не переводится как распаковка, он больше к слову развязывание. Значит, для чего нам используется, для чего нам нужен STD-Tai? STD-Tai это универсальная функция распаковки кортежа таких гибридных контейнеров. То есть он может распаковывать не только кортежи, он может распаковывать пары и очень удобно нам позволяет с этим работать. То есть смотрите, представим, что у нас есть какое-то число int a, у нас есть какая-то строка b. И у нас есть какая-то функция, которая у нас порождает STD-MAKE-TAPLE. И мы, например, создаем кортеж с числа 33 и, например, C++. Благодаря функции STD-Tai мы можем сразу же потом взять и распаковать этот кортеж. То есть делается это примерно так. STD-Tai мы указываем сюда A и B и делаем вот такое присваивание. Потом мы можем вывести, соответственно, наш A и B. Используя нашу функцию print, которую мы вот написали сегодня в начале. Значит, смотрите, что у нас происходит. STD-Tai, он у нас распаковывает кортеж, но распаковывает его не таким образом, который вы себе можете представить. STD-Tai, он может принимать только L-Value ссылки. Что такое L-Value ссылки? Подробно о L-Value и R-Value я вам расскажу через занятие. Но чтобы вы понимали, сюда нельзя вставить какие-то незакрепленные значения, скажем, типа 1 или 3. То есть сюда передается только то, к чему можем обратиться, то, что уже создано, то есть ссылка какая-то рабочая. И она, соответственно, будет заполнена кортежем. То есть STD-Tai, она порождает кортеж. Чтобы вы понимали себе, каким образом она порождает кортеж, что вот это вот STD-MakeTaple здесь абсолютно необязательно. То есть мы можем сделать вот что-то наподобие вот такого. Да, это будет работать. У нас будет пронинциализирован кортеж по умолчанию A и B. Значениями по умолчанию A и B. То есть вот эта вот запись, по сути, не полная на самом деле. STD-Tai у нас возвращает кортеж, возвращает настоящий кортеж. То есть STD-Tai, она у нас принимает 2, 1 или более L-Value ссылок. То есть STD-Tai у нас является в ряде к функции той, которую мы описывали до этого. Такой же. Она принимает тот же параметр pack, который я вам рассказывал. То есть 0 и более значений. Вот, STD-Tai. И возвращает она кортеж. То есть здесь неявно есть кортеж. Auto-T5, да, у нас T6. Просто мы с этим кортежем ничего не делаем. А он инциализирует теми значениями, которые у нас есть в данный момент. А в кортеже у нас в данный момент ничего нет. Вот такая вот интересная функция. И фишка в том, что мы вот сейчас на примерах поймем, в чем ее удобность и в чем ее мощь. Так. Значит, распаковку кортежа я вам показал. Давайте я вам приведу такой пример. Представим, что у нас есть какой-то map. Какая-нибудь переменная там S. Это у нас map какой-то, да? STD-Set. Я вам так сейчас условно показываю, чтобы вам не загромождать. И мы вставляем в это, соответственно, множество какое-то либо значение. То есть мы используем insert. Вы знаете, что есть такая функция insert. И мы туда вставляем какое-то значение. Допустим, да? Вот. И мы хотим узнать, было вставлено оно или нет. Используя STD-Tie мы сможем об этом узнать, потому что insert у нас возвращает пару. Она у нас возвращает пару, то есть было ли оно вставлено, и там что-то там еще, в общем, она возвращает. Вот. Если у нас была бы какая-нибудь переменная, скажем, булл result, мы могли с помощью STD-Tie ее записать что-то. STD-Tie взять так. И в result ее передать. И это будет работать. Вот. Но STD-Insert, стандартная функция вставки в set, возвращает нам два значения. Она там возвращает нам что-то еще, я точно не помню, но она возвращает в конце у нас результат. Для того, чтобы нам не распаковывать какое-либо значение, есть такая, есть такой, есть такая, получается, константа, я так предполагаю, STD-Ignore. Вот. То есть все, мы тогда можем какое-то значение не распаковывать, а одно из них распаковывать. Вот. То есть STD-Tie нам поможет в распаковке. Вот. Значит, что может быть еще полезного в кортежах? Кортежи, они идеально подходят, просто созданы для того, чтобы возвращать из функции несколько значений. Наверняка вы сталкивались с такой задачей, и все бы вам хотелось, чтобы функция возвращала не одно значение, а несколько. Наверняка у вас в программах встречалась такая нужда, что вот я не хочу, чтобы с функции возвращалось одно значение. Ну, вот хочу, чтобы возвращалось несколько. Давайте напишем такую функцию и попробуем, как с этим можно работать. Таплы прямо идеально для этого созданы. Вот. Допустим, у нас опять же есть TAPL, функция, которая нас возвращает целое значение и стринговская. Вот. Допустим, это будет функция STD, будет эта функция getStudent. Простая функция, которая нас будет возвращать. Картеж. Давайте мы его опять же сделаем makeTaple и вернем, например, возраст студента, его имя. Так, отлично. Давайте воспользуемся этой функцией. Ну и понятно, что мы можем создать, получается, age. Где-то, да? Мы можем создать, получается, его имя. И, соответственно, легко все это дело распаковать. Все. Это у нас работать будет, и мы можем потом взять и вывести его возраст и name. Понятно, да? Здорово. Представим, что у нас есть какая-то функция, о которой мы не знаем. Ну, какая-то функция, но мы знаем, что она возвращает кортеж. Нам очень удобно воспользоваться STD time, чтобы взять и распаковать необходимое нам количество параметров. Я считаю, что работать так, на самом деле, очень удобно. Вот. Фишка в том, что нам не всегда вот так вот хочется писать. Вот это вот все дело писать. Ну, как-то кортежи могут быть большие, нам неудобно это все писать. Мы, как бы, компилятор способен вычислить тот тип, который у нас располагается здесь. Вот. В лямбдах все выглядит немножечко более прозрачно. Если мы захотим написать эту функцию с помощью лямбда функции, давайте создадим лямбду. Назовем ее getStudent2. GetStudent2. И как бы она у нас выглядела? Она у нас бы выглядела намного проще. Соответственно, makeTuple. Потом 23. Например, теперь. И Катя. Давайте переместим и воспользуемся этой функцией. То есть, лямбда выглядит достаточно так симпатично. Кто же нам мешает написать авто в спецификации, собственно, нашей главной функции? А ничто нам не мешает с приходом 14 стандарта. Абсолютно. Я включил 14 стандарт в make файле. Все у нас работает. Можно написать вместо шаблона? Да. Да. Все будет. Все, да. Да. Это не шаблонная функция, чтобы вы понимали. Ну. В данный момент это не шаблонная функция. В данный момент, да. Так можно. Ну, это надо передать, кто понимает. Вот. Но можно подать, что это. Так. Ну, как бы все замечательно, да? Выглядит все, по-моему, очень даже прекрасно и интересно. Идем дальше. Значит, какие еще преимущества дает TIE, TAPLA и так далее? Главное преимущество, на мой взгляд, это то, что кортежи можно сравнивать. Давайте мы будем создадим несколько make TAPLA и сравним их. Допустим, у нас есть какой-то, скажем, вот такой вот TAPLA. И, например, мы его сравним, меньше ли он std make TAPLA какого-нибудь там, например, 41. Например, тот же A. Ну, мы, соответственно, получим true. Он больше. Да, он у нас больше, все верно. Он у нас больше, запускаем и получаем true. Я стану больше. Смотрите, да, да, да. Давайте проверять несколько разных вариантов, как их можно, соответственно, сравнивать. Если у нас здесь будет, например, 42, здесь будет 42, тут будет B, то, соответственно, будет больше второй. Понятно, да? У нас будет два true. По ASCII коду будет символы, что ли? Конечно, да. Но тут не PASCII код символов, а... По переводу из чара в число? Да, 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 да. ПASCII коду, да. Здесь будет PASCII коду. Тут смысл в том, что вот это вот значение... Вот как вы думаете, что это за тип, например? Ну, это чара. Чара вообще... Это не чара, не стринг. Это конст чар? Это конст чар звездочка, да. Да, да, да. Конст чар. Да, да. Если быть точнее, скорее всего, это даже... Ну, да, массивный стринг. Это даже вообще тип массива, наверное. Конст чар, да. Ну, да. Об этом чуть поговорим побольше, но на самом деле не знаю, стоит ли вам про это говорить. Это лучше осознать самому, в том плане, что вот прочитает Скотта Майерса, и он про это очень здорово расскажет, про эти типы, и в этом году важно разбираться. Потому что есть тип массива, а есть тип конст чар звездочек. Есть константный конст чар, а есть неконстантный. Ну, это так и не знаю. Точнее, неконстантный, а статический и не статический. В общем, ладно, давай сейчас не будем отвлекаться от темы нашей. А если там в двух разных кортежах, один больше, другой меньше? Один больше, один меньше. Он сравнивает по порядку. Он сначала сравнивает первое значение, потом второе. Да, 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 да. Мы сейчас до этого дойдем. Смотрите, если у нас, например, кортеж разного уровня, то он, соответственно, нам выдаст ошибку во время компиляции. Он скажет, что такие кортежи сравнить не могу. То же самое, если у нас разные типы у кортежа располагаются. Опять же, будет ошибка выдана на стадии компиляции. Опять же, максимально безопасно и удобно. Давайте проверим на практике и познаем вот это вот сравнивание кортежа, чтобы вы еще лучше их прочувствовали и поняли, насколько это удобно. Допустим, у нас есть какая-то структурка, man, человека. И, допустим, у него есть поля такие, как возраст. Скажем, давайте сделаем какой-нибудь uint8t, давайте 16t. И это будет у нас возраст. Кстати, вот эти вот определения uint16t располагаются в библиотеке cstd-int. А что за uint16t? Ну, все из типа, все следует. uint16t это unsigned int 16-bit. То есть, это двухбайтовый unsigned int. Чтобы вы понимали, сколько он вмещает, все очень просто посчитать. 2 в степени 16. То есть, смотрите, если у нас есть uint8t, то это 2 в степени 8. То есть, 256 значений. Если у нас 16, то посчитайте, сколько там будет. 65 тысяч вроде, что-то такое. Да? Ну вот. Давайте у нас, у нашего человека есть, собственно, возраст. У него есть, например, у него есть сколько он знает языков. И, например, у него есть сколько он, на скольких работах он работал. Вот. И, допустим, мы создадим несколько таких людей. Например, мы создадим первого человека. У него будет, скажем, возраст 20 лет. Вот. И, допустим, что у нас есть какая-то... Какой-то вектор этих людей. Давайте подключим вектор. И, соответственно, запишем туда m1, m2 и m3. Вот. Все. У нас теперь есть вектор людей. И, допустим, вот у нас стоит такая вот задача. Допустим, у нас есть такая задача. Да, я шаблонный параметр забыл указать точно. Правый. Amen. Допустим, у нас стоит такая задача, чтобы нам отсортировать их людей по какому-то критерию. Вот. И вот, соответственно, как вот первое, что нам на ум приходит, как нам производить сортировку по критерию, это написать, собственно, if. То есть сначала мы сравниваем по одному критерию, потом по второму, потом по третьему. И, соответственно, что-то мы потом там делаем. И у нас стоит задача сортировки. То есть наша задача отсортировать mainz. Ваше предложение. Как бы вы поступили? Вот сейчас. У нас задача отсортировать всех людей по критерию. Что мы дальше пишем? Что мы пишем? Какую функцию сортировки? В которой передаем критерии, по которым надо сортировать mainz. Близко. Ну и как, что мы будем сейчас делать? Наши предложения. Давайте лямбду сделаем. Лямбду, в которой мы будем что делать? В которой мы будем сортировать. В которой мы будем сортировать. То есть мы будем свою функцию сортировки сейчас писать? Ну да. Зачем нам писать свою функцию сортировки, если у нас есть десорт? А, ну да. Зачем нам велосипед сейчас изобретать? Тем более мы изучаем свои кортежи через анисортировки. Сейчас в этом курсе я вам буду учить использовать C++ максимально просто и удобно. Вы, чтобы понимали, стандартная библиотека, она невероятно огромная. И тут есть все, что вам только понадобится. Может понадобиться. Причем она сделана так, чтобы вы могли модифицировать, но просто вот как вот захотите вы и создавать просто вот невероятно надежные и удобные гибкие конструкции. То есть тут нет лишнего. Тут есть только то, что необходимо. Вот есть одна функция сортировки, работает она для всех контейнеров. Собственно, мы передаем сюда начало, собственно. Итератор начала. Мы сюда передаем интератор конца. И мы сюда передаем, собственно, наш компаратор. То компаратор – это функция, которая будет нас сравнивать с два объекта. Ну, то есть сорт должен знать, по какому критерию мы будем сортировать и как мы будем сортировать. Вот. Ну, давайте туда, собственно, впихнем лямбу прямо на ходу. Ну, он не должен, он функция или структура. Передается туда функция. Не-не-не. Смотрите, сюда передается объект с интерфейсом callable. Callable – это такой интерфейс, который может вызваться. То есть передается по факту типа что-то функция, которую можно вызвать через круглые скобки. Понимаете, да, о чем я говорю? То есть сюда передается какой-то объект, который можно вызвать через круглые скобки. Ну, вот, соответственно, давайте сюда передавать, собственно, наш... Создадим наш компаратор, который будет сравнивать первого человека. m1, допустим, left. И будет наш человек write. Ну, и давайте как-нибудь сравним. То есть первое, что нам придет на ум, это мы будем сравнивать что-то вот типа вот такого. Давайте, почему будем их сравнивать? Давайте сначала сравним их по работе, по количеству работ. Вот, логики, конечно... Какая-то логика в этом есть, да? Например, что если... Например, если у первого работ меньше, чем у второго... То мы, например, возвращаем true. Конструкция достаточно такая громоздкая и... Кстати, нам обязательно должно быть возвращаемое значение, поэтому здесь... Можно вот так записать, без этого. Можно вот так записать. Вот это самая минимальная запись в том случае, который мы хотим. Можно использовать однострочный, огромный, страшный тернарный оператор. Но это будет ненаглядно. В данном контексте это будет очень ненаглядно. Вот так вот все наглядно. То есть мы увидим... Мы вот... Первое, что приходит в голову, это написать вот такой вот критерий вот так вот. Что у нас здесь не так? У нас здесь много if-ов. Достаточно много if. Представляете, что у нас критериев будет достаточно много. Вот. И у нас, соответственно, не всегда... Ну, не очень так, скажем, красиво. На самом деле, до какого-то определенного времени это выглядело очень здорово. То есть, на самом деле, ничего в этом такого плохого нет. Но у нас же есть возможность сравнивать, соответственно, другим способом, до которого мы сейчас дойдем. Давайте все это запустим. Нам надо посмотреть отсортированных наших людей и понять, кто у нас теперь на первой будет позиции. Как мы будем выводить этих людей? Вот у нас есть вектор людей. Ваше предложение. У нас уже сейчас все отсортировано. У нас есть функция print, но она у нас принимает для конкретного вектора, она у нас не будет работать, у нас будет работать для последовательных значений. То есть мы будем сейчас создавать цикл, да, и получается бежать по вектору, и получается воспроизводить, да? В общем, да, есть алгоритм for each. И мы также передаем туда mans begin, mans end. И мы должны определить функцию вывода для мэна. Вы понимаете, да, что у нас мэн сейчас никак не вывезется? То есть если мы просто... Впихнем туда лямбду? Да, мы впихнем туда лямбду. Все верно. И мы выведем так, как мы захотим. Ну что ж, давайте посмотрим, что у нас вышло. Как видите, что у нас... Как у нас отсортировался наш массив. То есть у нас сейчас в приоритете оказался человек, который знает пять языков, которому 25 лет, но он работал при этом на одной работе. Вот по такому критерию у нас вот отсортировалось вот примерно вот так вот. То есть мы задали критерий, и вот он нас отлично прямую сортирует. Если мы хотим сортировать чисто по количеству работ, понятно, мы все это убираем, мы возвращаем, оставляем только верхнее и return false добавляем. Понятно, да? Все, отлично. Давайте перепишем наш вот этот вот сорт и сделаем его другим. с помощью, соответственно, таплов. Как мы могли сделать это с помощью таплов? Выглядело бы это примерно так. Мы бы использовали ту же функцию, std.tie, которая у нас есть, и мы бы передавали туда, получается, сначала то, что мы сравним, это jobs, потом мы сравниваем по количеству языков, потом мы сравниваем по возрасту и сравниваем с другим std.tie. Помните, я вам рассказывал, что кортежи сравниваются? std.tie у нас возвращает кортеж. Сравниваем по работам, потом мы сравниваем по языкам, L, да? И потом мы сравниваем по возрасту. И, как видите, идем дальше. Так, значит, теперь, наверное, самое интересное, и такая вот, скажем, не самая простая тема, которая может показаться на первый взгляд. Допустим, что у нас мы захотим... Давайте сначала я вам продемонстрирую функцию std.taple.cat. std.taplecat. std.taplecat – это функция, которая у нас будет объединять несколько кортежей, переданные в нее. Это такая же варядик функция, то есть она принимает внутрь себя параметр pack, то есть либо 0, вот это вот, либо 0, либо несколько, соответственно, аргументов неограниченные. И мы сюда можем передавать, опять же, те же make tuple. У нас где-то уже это использовалось, несколько make tuple. Ну, давайте, что-то такое. Он их конкатинирует, соединяет друг с другом. То есть, допустим, у нас здесь будет один, здесь будет два. То есть, формирует новый кортеж по элементу? Да, он из двух кортежей создаст, их соединит вместе и создаст один кортеж. А с этими эти останутся? Эти, конечно, не останутся, но мы их сейчас не сохраняем, нигде, видите. Вот, ну и, конечно, как-нибудь их сохраняем. Назовем им, например, как-нибудь super tuple. И наш super tuple стал объединенным. То есть, он у нас внутри себя хранит вот что-то такое. Один, два, три, четыре, пять, шесть. Понятно, да? Значит, смотрите, нам было бы круто получить вот такой же примерно вывод этого кортежа. Вот. То есть, чтобы мы взяли, написали что-то наподобие print, туда бы передали super tuple, и его бы увидели примерно вот такой же питоновский вывод. Мы имеем право это хотеть вообще? Да. Да, мы имеем на это право хотеть, потому что у нас есть в ряде темплейт, и мы сейчас будем реализовывать вот такой вот выход. Но у нас все-таки уже есть print, который печатает чисто подряд значения. Зачем нам усложнять писать какой-то специализированный if? Мы имеем право захотеть сделать еще более интересное. Например, написать вот так вот. Мы можем это хотеть вообще? Чтобы у нас вывелось вот так вот. Да. Да, мы имеем право это хотеть, потому что у нас есть 14 и 11 стандарт, и мы можем сейчас это написать, чтобы это у нас работало. И мы, соответственно, сейчас будем этим заниматься. Почему стандарт для меня, например, уже оператором ввода? Ну, ввода. Почему они не перегружают? Они перегружают, но не для всего. Они перегружают для стандартных типов, а кортеж, он, как бы, понимаете, он... То есть, вы спрашиваете, почему не перегружают? Ну, это нужно в вектор. Вопрос, конечно, интересный. Вектор может быть абсолютно разных типов. Ну, да. И как мы эти типы будем выводить, он не знает. Ну, как бы, если перегружен для этого типа... То есть, вы предлагаете, чтобы стандарт перегружал STD-Cout только для вектор-стрингов, только для вектор, скажем, примитивных типов, да? Вы понимаете, что в векторе может лежать абсолютно любой тип, который должен как-то выводиться в SEA. Представьте, что у нас выводится в перегружен такой оператор, и у нас выводит он примерно таким же образом. А представьте, что у нас там хранятся запятые. Как это выглядело бы? Представляете себе? Представьте, да, что у нас там запятые лежат в кортеже. Он нас бы выглядел просто кучу запятых. единого синтаксиса вывода у нас не существует. Вы понимаете, да, это, да? Вот. Поэтому они не перегружают, соответственно, тут логичный, на самом деле, ответ, потому что по-разному выводятся разные типы. Как вы там будете выводить указатели, адреса, там, что... Ну, то есть, представляете себе, да? Вот, ладно. Давайте все-таки напишем, чтобы у нас он вывел вот наши числа вот таким вот образом. Мы сейчас вернемся, соответственно, в ряде к темплейтс и реализуем эту функцию. Давайте создадим у нас отдельный хеддер. Назовем print-tuple. Давайте заодно сразу его подключим, чтобы потом не забыли. и начнем реализовывать. Итак, вы, наверное, знаете, что мы можем создать, перегрузить оператор, стандартный оператор вывода абсолютно для любого типа. Абсолютно для любого типа, который у нас есть в языке. Будь он стандартный, будь он наш, будь он какой-то подключаемый и так далее. Давайте перегружать. Для того, чтобы нам перегрузить стандартный вывод, нам сначала надо подключить в соответствующую библиотеку ввода-вывода. Это ее отстрим. Что нам может еще понадобиться? Нам понадобится, наверное, сам кортеж. Потому что мы мы вводим кортежи. Значит, базовая, как выглядит базовая вообще спецификация вывода любого типа в поток вывода. то есть у нас возвращаться должен собственно наш поток вывода, этого стрима. Да, ссылка на поток вывода. И, соответственно, мы пишем оператор. Оператор вывода. И что мы будем выводить? Соответственно, мы сюда передаем еще одну ссылку на поток. Все верно. Дальше мы хотим выводить собственно сам контейнер. Логично, да? И потом мы будем его выводить. Только понятно, что мы должны написать, что за контейнер. Это будет у нас std-taple. И std-taple у нас в данный момент сейчас обратите внимание. Что у нас конкретно должно быть вот сюда передано? Мы не знаем, что, да? Что у нас может быть в std-taple? Давайте вспоминать. Мы создавали std-taple. Что у нас там может быть? Что угодно. Ну, там числа и строки, но... Давайте обобщим, что может быть там. Что угодно. От нуля до бесконечности. Да, у нас здесь должен быть параметр pack внутри стоять. Параметр pack. Давайте сейчас я вам кстати мне показал важную вещь, пока мы это не забыли. Я вам говорил про то, что он у нас принимает ноль и более. То есть никто нам не мешает создать кортеж третьим способом. std-taple вот так вот. Там tx какой-нибудь и он будет пустой. Вот вам домашнее задание подумать для чего их можно использовать. Чего еще раз? их же вообще никак изменять. Ну да, кортежи никак нельзя изменять. их можно только передавать и извлекать значение. Читать. Только доступно только для чтения. Вот. В этом их универсальность вся. И это нормально, это валидно, это все запустится. Так, ладно, давайте вернемся к созданию нашего печати в кортеже. Итак, у нас передает сюда tpple с тем параметром пэком, который мы обсудили. Давайте мы напишем специализацию для нашего шаблонного параметра пэк. Соответственно, у нас будет выглядеть вот так вот, как я вам рассказывал. Ну, мы, соответственно, туда его описываем. Так, пока все просто, да? Ну, пока все понятно, да? Какое имя? Что имя? Потока. Саблон, наценка на поток. Да, все, верно, out. Так, все, теперь у нас точно нащебык нет, да? Давайте мы делаем что-то такое. Давайте сделаем его константным. Ссылочку сделаем, да. Все было прямо как надо по канону. Пока все просто, всем все понятно, да, что сейчас происходит? Каждый шаг вроде объяснил, все понятно. Итак, ну, чтобы нам вывести так картеж, как мы хотим, то есть круглые скобки, то есть круглую словку, сначала мы, соответственно, выводим просто круглую скобочку. Out только. Да, Out, да. Так, и выводим, соответственно, наш Out, вот так вот, да? Угу. Дальше мы должны вывести как-то наш, получается, весь наш массив, и после этого мы, получается, закрывающую скобку возвращаем. Нет, вот так вот. вот так вот. Здесь у нас должна быть какой-то магический принт таповый. Да, 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 да. То есть, смотрите, здесь у нас будет какая-то магическая функция, которая нас будет выводить между этими скобками, вот этот вот наш параметр pack распаковывать и выводить. То есть, что она будет принимать? Она у нас будет принимать наш поток, куда выводить, логично? Она у нас будет принимать сам кортеж, и нам надо что-то еще. Не аргумент. Стоп. Что еще? А, или один из... Ну, короче, первый параметр. Первый элемент. Не первый элемент, а индекс первого элемента, либо просто какой-либо индекс. То есть, смотрите, мы сейчас, пока не реализовали эту функцию, мы хотим просто вывести этот наш кортеж. До тех пор, пока мы не начнем реализовывать printApple, вы не поймете, что тут нужен третий аргумент, а он тут нужен. То есть, нам надо передать какое-то туда число, на самом деле. Да, исходный размер Тапла. Все правильно. Все правильно сказали. То есть, давайте сейчас напишем, как пример у нас должно выглядеть. У нас здесь должен быть использован наш оператор sizeof, который у нас есть, да? Который, собственно, будет мерить наши аргументы. Arx. Вот этот вот. Да, он нас должен принимать, соответственно, наш Arx. Все первое, все логично. Проблема в том, что вот так вот просто передавать числа, ну, числа, ну, как бы... Некрасиво. А? Некрасиво же. Ну, не то, что некрасиво, это достаточно проблематично и сложно в том контексте реализации, который мы хотим сделать printApple. то есть, смотрите, у нас printApple просто так вот наши шаблонные функции передавать вот так вот просто число невозможно, потом будет, вы потом узнаете почему, потому что у нас там не будут совпадать спецификации, невозможно будет перегрузка. В общем, давайте сейчас, пока на этом остановимся, попробуем все-таки printApple создать. Вот. Но перед тем, как мы сейчас его создадим, давайте я вам создам шаблонное число, которое мы все-таки сюда переводим, передадим. Как создать шаблонный инт? Давайте создадим шаблонный инт. Шаблонный инт. Он у нас будет содержать сайс втр внутри шаблонных параметров. Это у нас будет, собственно, структурка. Пустая. Как вам такой шаблонный инт? Да, нам надо название структурки еще сделать. Стракт инт. Да, все верно. Вот. Как вам это вообще? Вы сможете вообще это осознать? Вообще просто. Вот это, на самом деле, самый сложный момент. Это вот осознать, что из себя представляет вот такая вот конструкция. Вот. Это шаблонный инт, да. Самый настоящий шаблонный инт. Собственно, который мы будем передавать в наш printApple. Давайте попробуем передать его туда, и, может, вы поймете. Ну, как вам такой вот вообще вариант? Все поняли вообще, что сейчас произошло? Ну, вообще, да. Ну, как-то. Ну, там же ничего нет. Вы поймете смысл еще потом, зачем это надо. Смотрите, вот эта вот конструкция, это один из, скажем, паттернов, шаблонов разработки на шаблонах. Ну, это как бы шаблон, но не шаблон. Да, да, да. Вы понимаете, что вы поймете принцип создания таких шаблонных интов чуть попозже, потом, когда столкнетесь с проблемой спецификации шаблонов. На данном этапе я вам не смогу прям привести пример, потому что мы не написали еще функцию printApple, чтобы понять, для чего нам создавать такие шаблонные инты. Вот. Значит, смотрите, чтобы вам понять вот до конца, что такое вот этот шаблонный инт, давайте я вам представлю примеры этих шаблонов, то есть, как они могут выглядеть. То есть, этот шаблонный инт удовлетворяет вот таким вот шаблоном. То есть, это тоже, он удовлетворяет, например, вот такому. И так далее. Вы понимаете, любое число, которое там может быть, любой интегральный тип. Это он ругается, потому что здесь нельзя создавать ничего. Вот. Понимаете, да? То есть, вот это вот, вот по этому шаблону у нас удовлетворяет вот эти вот объекты. А передавать сюда size t. Это и есть size t. Ну вот у нас. Нет, нет, я имею в виду, а если именно, ну, как тип передавать? Он должен не подругаться. А если передать просто int, то он может удовлетворяться. Тут можно указать int. Нет, нет, имею в виду, вот в создании, если мы передадим... Тип снова хочешь? Да, ну это же, когда ты все... Смотрите, мы можем передавать туда типы, типы, как значение. Видите, да, что этот тип является значением. Вот это самая сложная конструкция, которую вам надо просто вот понять. Вот понять в том плане, что просто вот, просто взять и понять. И так как это структурка, мы ее должны инициализировать, собственно, круглыми скобками, то есть создать ее. Понимаете, да? Это структура. Вот. Вот такая вот интересная вещь. И мы, соответственно, не можем получить отрицательные значения туда передать, потому что сайз Т у нас unsigned. Ну, то есть нам нужно передавать перемены, которые изъявлены целыми значениями. Да, да, именно так. Самое главное. Да, 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 да. И вот наш сайзов во время компиляции нас вернет количество аргументов нашего кортежа и создаст нам, получается, вот на данный момент, получается, он нам передаст размер нашего кортежа. 6 он тогда передаст, число 6. Ну, давайте все-таки реализуем все-таки print-up вот так. И как он у нас будет выглядеть. Значит, он у нас также будет возвращать наш поток вывода о стрим. Да, на ее ссылку. И будет называться, соответственно, эта функция print-uple. Она будет у нас принимать, соответственно, наш поток вывода сначала. Помним, да, поток вывода сначала. Так, и смотрите, нам надо все-таки сюда передать наш шаблон. Давайте его определим по-другому немножечко. Мы создадим наш tuple, именно вот, прям создадим для него тип. Назовем его tuple. Шаблон и тип. Все логично, да? И, соответственно, мы будем передавать сюда наш tuple. То есть, конст. Да, я не закрою скобочку. Мы передаем сюда, собственно, наш tuple. и ссылку на него. И дальше мы передаем туда наш int pos size t, да. Так, да, мы сюда передаем, получается, наш int size t, но это у нас, чтобы вы понимали, мы сюда передаем какое-то уже законченное значение. Логично, да? Да. Вот, то есть, у нас здесь должен быть std, size t, и будет он называть у нас pos, да? Допустим, позиция какая-то. Вот. И, соответственно, сюда мы передаем этот size t pos. Все логично, да, сейчас? Да, нам его надо указывать в шаблонах параметрах. Вы узнаете попозже для чего. Вот. Смотрите, что у нас сейчас получилось. Мы сейчас описали спецификацию вот для той функции, которую мы сделали. Да? Но это не будет. Потому что сейчас все будет, не беспокойтесь. Вот, мы описали, соответственно, спецификацию, и что мы должны сделать? Мы должны, собственно, напечатать очередное значение. для того, чтобы нам напечатать, для того, чтобы нам вызвать, соответственно, для того, чтобы нам вызвать какой-то элемент контейнера. Что мы должны использовать? Ну, какой-то определенный метод, ну, определенный индекс нашего контейнера. Ну, да. Ну, то, что мы только отдаем максимальный размер, то есть 6, и вычесть из него сейчас, хотя нет. Да, ну, да. Да, вы сейчас очень близко, похоже. Да, здесь я немножечко сейчас ошибся, я... надо вот так делать. Ну, можно от нуля и прибавлять по единице, пока мы не дойдем до максимального размера. Да, вы все правильно сказали, да. Все, мы сейчас до этого дойдем. Смотрите, вот чтобы нам вычленить из картежа значение, что нам надо, какую функцию мы применяем? Я вам рассказывал сегодня. Deep или как-то так? Чтобы вычесть, взять из контейнера stdget. Да. Мы используем stdget. То есть, что у нас передается в stdget? Индекс того элемента, который мы хотим выбросить. Так? Логично? Да, мы передаем... Давайте туда... Да. То есть, мы должны... Что мы сейчас должны тут завязывать сюда передать? на font-post. Ну, в смысле, у него им нет. Мы пост просто передаем и все. Нормально. Вот так мы работаем с этим int. Вы сейчас должны быть привыкли к этому. Вот. Смотрите. сейчас пришло время познакомить еще одну функцию, которая выполняется на стадии компиляции. Это tuple size. Без нее мы здесь, к сожалению, можем не обойтись. Можно, конечно, и без нее обойтись, но вам будет полезно еще ее узнать. Tuple size у нас во время компиляции возвращает размер нашего кортежа по типу. То есть, смотрите, что мы сюда передаем? Мы сюда передаем... мы сюда, соответственно, передаем... Да, мы сюда передаем tuple. Вот это вот tuple. Мы сюда передаем tuple и получаем значение value. Что это такое, сейчас вам объясню. То есть, смотрите, std tuple, она принимает тип нашего кортежа и возвращает максимальный, ну, то есть, его размер. Вот. И нам надо применить, соответственно, статический метод value. Точнее, не метод, а свойство. Ой, свойство. Ну да, свойство. Вот. И получается, как это работает? Почему это работает на стадии компиляции? Давайте мы сейчас заменим вот это вот. Ну, в комментариях я вам покажу, что тут происходит на самом деле. То есть, внутри места нашего tuple у нас здесь помещается тип нашего кортежа. В данном случае у нас туда помещается что-то вот такое. То, что мы сейчас, помните, там вводим? Вот. Компилятор способен вот из всего этого понять, сколько здесь винтов. Ну, тут же видно, да, сколько винтов? Сколько здесь типов передается? Шесть. Ну, вот этим занимается функция std tuple size. То есть, она определяет количество параметров? Да. Она определяет количество параметров и на основе этого возвращает сколько у нас элементов кортежа. Все логично, да? Все логично. Логично, да? Это шаблонная функция, которая у нас принимает количество параметров и возвращает нас, получается, value. Все это можно реализовать. И кто хочет, может, кстати, взять себе домашнее задание и реализовать себе std tuple, например, кортеж. Ничего сложного. У нас все для этого, в принципе, у вас есть. Как раз вы попрактикуетесь в шаблонном программировании. Вот. Чтобы вы понимали, вот там вот внутри происходит вот это вот. Вот. Мы передали то это tuple, да? У нас там какой-то кортеж, тип. Именно тип, видите? Вот это тип. То, что тут внутри лежит, это тип кортежа. Вот он. Это тип. Все отлично, да? Мы получаем value, то есть максимальный размер, он у нас всегда будет один и тот же. И мы будем вычитать наш поз. То есть, в данный момент мы будем обращаться к какому элементу? К нулевому. Понимаете, да? Чтобы мы пост туда передали по размеру параметров. Помните, да? Здесь. Помните, да? Да. Вот. То есть у нас сейчас получается ноль. Ну и дальше мы завершаем нашу функцию get, передаем туда t, да? Не t, а... Да, у нас тут нету. Нету нас t. Вот. Передаем t. Мы вывели, и дальше мы что выводим? Запятую. Ну, запятую, да? Мы же это хотим выводить так, как мы хотим, да? Вот. Да. Теперь нам надо как-то изменять этот параметр и уменьшать. То есть уменьшать наш поз и вызывать рекурсивно наш printable. По аналогии, по аналогии того принта, который мы использовали здесь. Здесь тоже у нас было, в самом начале, когда я вам рассказывал, у нас здесь тоже получается уменьшалось по сути количество этих аргументов. Ну, просто... То есть мы должны вызывать обратно наш return-tuple, так? Return print-tuple. То есть мы должны вызывать рекурсивно наш шаблон. Мы сюда передаем out. Мы сюда передаем наш кортеж. Да. И мы должны передавать сюда, соответственно, наш вот этот int-pos минус один. Да. Теперь вы поняли, как мы используем вот эту вот штуку? Я не понимаю, когда внутри работаем, но вообще-то... но все сейчас будет известно, возможно, если продобавшить все дело. Ну и, конечно, мы должны вот так вот сделать. Вот. Да, тут магия, конечно. Это шаблонная магия и самая интересная часть, на самом деле. Так, значит, идем дальше. Смотрите, у нас все замечательно, но у нас может какой-то момент... То есть, что у нас произойдет, если мы это запустим? У нас будет бесконечный цикл, вы понимаете, да? У нас будет POS минус один идти бесконечный. У нас будет всегда идти в минус, точнее, у нас не будет бесконечный цикл, так как у нас size t, то есть, у нас не может быть отрицательного значения здесь, у нас просто он замкнется. Это еще как дополнительная безопасность, вы понимаете, да, сейчас? Вот. То есть, нам надо сделать ту же функцию заглушку, по сути, что у нас была здесь. Понимаете, да? Да, 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 да. Вот. И нам и надо ее специализировать. То есть, сделать отличную специализацию вот от этого темплейта. Давайте ее создадим. Мы туда передаем, мы там, смотрите, мы туда передаем просто tuple, тот же наш tuple, и все. Ну, здорово, на самом деле. Больше нам еще не нужно, в принципе. С size t нам уже не нужен POS. Вы сейчас поймете, почему. Значит, идем дальше. тут, чтобы понять пример, надо из глубины смотреть, тогда все станет понятно. Называем ее также printtuple. вот, и теперь, в чем будет заключаться наша специализация. Мы перегружаем в любом случае функцию, не... То есть, мы хоть и определяем другую специализацию, но тем не менее, мы перегружаем именно функцию, а перегруженные функции у нас становятся перегруженными, когда у нас отличаются входные параметры. Понимаете, да? То есть, сейчас у нас сюда передается int POS. А теперь мы здесь делаем не int POS, а что? Int 1. 1, а не 0? Почему 1, а не 0? 1, да. 1? А почему 1, а не 0? Нам же останавливаться на 0, и надо? Потому что... Потому что 1. Да. Сейчас вы поймете, почему. Вот. Вы сейчас ошибаетесь, что говорите, что 0 у нас должно быть. Потому что вы должны посмотреть на эту функцию. И вы поймете, почему ошибаетесь. Значит, идем дальше. Что у нас должно быть? У нас здесь такой же должен привыкнуть поток. Понятное дело, да? И мы вычитаем единицу. Всем все понятно, почему? Да, и мы пишем return здесь. Нам в конце запятание нужно. Скобочка назад. Скобочку назад мы тоже. Закрываешь, если не надо. Где я закрываю, скобочку пропустил? Нет, селанг. Ты... Как по которому мы... Да, мы... Что, я ничего вроде не пропустил? Все нормально. А, все... Ну, что... Видите, селанг... Точнее, да есть илён. Вот у меня, по крайней мере, какой-то версии, она старенькая немножечко. Она вот не тянет немного. Видите, она подчеркивает все это дело. Она не тянет всю эту магию. Она почему-то желтым подчеркивает все это дело. Ну, то есть, пастор не справляется просто. Пастор немножечко негодует. Он тут показывает, что бесконечная рекурсия здесь будет. Да, ну, в общем, он ошибается. Ну, что ж, вот так у нас и записана эта функция. А, ничего. Да, то есть... И сейчас мы будем это все осознавать, если вы это не осознали. Я не знал только вот это шаблонный... Да, я говорил, самое сложное, да. Это самое трудное, что можно понять. Трудное, что здесь можно... Это обычная структура шаблонная. Запускаем все наше дело. Ну, вот как у нас красиво все, видите? Причем это работает, смотрите, для любых типов. Абсолютно. Понятно, да? Да. Да, ну, джоу нормально. Как видите, все у нас отлично, да? Вот такая вот шаблонная магия, которую вы можете сделать только в C++. Да? Без проблем. Спасибо. 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 Продолжение следует...